Тишина должна быть на Новогинской, поэтому центральную улицу города сделают пешеходной. По задумке, этот район должен стать парковой территорией. Прогулочная зона будет проходить через весь центр. То есть турист, приехавший, например, на поезде, сможет прямо от вокзала пройти к морской набережной, наслаждаясь пением птиц и садово-парковым ландшафтом. Пока же здесь звуки только строительной техники. Преображение Новогинской – это, так сказать, совмещение приятного с полезным. До того, как начать благоустройство, на протяжении всей улицы заменили теплотрассу. Впервые за все время существования этих коммуникаций. В конечном итоге сочинцы получат не только новую парковую территорию, но и забудут о перебоях в подаче тепла и горячей воды. Сейчас работы по замене труб выполнены на 80%, поэтому строители смело взялись за укладку тротуарного покрытия. Это будет уже ставшая традиционной для Сочи брусчатка, но определенной толщины, что позволит по ней ездить автомобилям. Но разрешено это будет только спецтранспорту и жителям окрестных домов. Также будет разработан график завоза товаров для магазинов и ресторанов. Вообще отличная мысль, потому что Новогинская улица довольно-таки жила, и реально парковых зон у нее нет, а сама эта будет идея не только для отдыхающих, как бы преимущественно для них, но и для местных жителей. Вышли во двор вечером, прогулялись пешком с девушкой. Отлично, я только за, потому что раньше можно было ходить, гулять на роликах, кататься детей, водить здесь было бы безопасно. Так как благоустройство ведется в густонаселенном центре курорта, шуметь, особенно по ночам, строителям настоятельно не рекомендую. Конечно, в полной тишине вести работы не получаются, а на подрядчике стараются сделать все как можно быстрее. Ашот Сарухунян в Сочи на стройках работает уже два года. Оглядываясь назад, говорит, что за это время город изменился до неузнаваемости. Даже вот благоустройство города, жилые дома поднимаются, все довольно красивее, чем было года два-три назад. И мне кажется, что будет город дальше прогрессировать с нашими руками. Разработан проект реконструкции Новогинской архитектурным бюро по заказу жилищно-коммунального департамента администрации города. Документ прошел все необходимые экспертизы. Устройство этой зоны с красивыми дорожками, которые идут не параллельно домам, но наискосок, в разной ширине, зелеными уголками, дополнительными малыми архитектурными формами, придаст лоск этому району и даст возможность получить то самое олимпийское наследие, о котором мы тогда мечтали. Вообще кардинальные перемены с Новогинской начали происходить несколько лет назад. Первым этапом стала ликвидация вещевой ярмарки. Ее закрыли старые ларьки, демонтировали взамен горожанам и гостям курорта, предложили цивилизованный шоппинг в современных торговых центрах. А город в итоге получил красивый и ухоженный сквер на привокзальной площади. Начинался тот рынок, о котором вы говорите, потому что у нас были дорожные. Значит, мы все убрали, все эти ларьки, все эти лотки. Это было нелегко. Вот здесь, где сейчас стоят тоже это торговое помещение. Здесь раньше стоял бараки там. На этой территории планируется высадить около 12 тысяч кустов, цветов и деревьев. Под экзотическими будут таблички с названиями растений. Их уже заказали. Первый этап работ должен быть завершен к 15 сентября. В совершенно новом облике вся Новогинская предстанет уже 15 октября.